Джамбалакто Махедовичу, Академия наук Чеченской республики. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мне кажется наивно было бы думать и вчера, и сегодня о том, что такую огромную и богатейшую во всех смыслах территорию, как Россия, оставят в покое во благо ее многочисленных народов. Захват России и ее ресурсов – задача исторически перманентная. Для так называемого коллективного Запада эта задача была, есть и остается актуальной во все времена. Однако оккупировать нас, ядерную державу, путем прямого военного вторжения – утопия. Там дураков нет. Но есть алчные бизнесмены и совершенно беспринципные политические элиты, поэтому нас захватывают по-другому. Мягко, последовательно и методично переписывая историю и опошляя все наше духовно-нравственное достояние. В последнее время добавился еще один объект атаки – это традиционная для всех народов России семья. И православная, и мусульманская, и любая другая, основанная союзом мужчин и женщин в рамках законного брака. Теперь предпринимаются самые серьезные попытки разрушить и эту цитадель через десакрализацию религиозных канонов, пошлую бескультуре и моральную деградацию. Таким образом, переведем в движение эффективный опыт разрушения старых мировых империй, которыми я отношу и Советский Союз. И что же дальше? Способны ли мы устоять в этой беспощадной битве мировоззренческих подходов, когда вопрос уже поставлен в духе шекспировского радикализма – быть или не быть? Мы или они? Он останется нерешенным до тех пор, пока нынешнее поколение россиян, да и всего мирового человечества не осознают, наконец, гигантские масштабы ворожденческой катастрофы, что надвигаются на нас. А тем временем, едва ли не единственным государством и обществом, нашедшим в себе и веру, и силу, и волю на упорное сопротивление сатанизму, оказалась наша с вами страна. Так, после распада СССР мало кто верил, что когда-нибудь его ослабленная и неуверенная в себе правоприемница Россия, которая, по мнению победивших тогда идеологов атлантической цивилизации, должна была стать по факту второстепенным сырьевым придатком, а она вдруг прозреет и воспрянет. Между тем, на стыке тысячелетий Россия, вспомнив о своей истории, предназначении, твердо возвестила о себе, как о самодостаточной державе, динамично интегрирующейся в мировое геополитическое пространство. Именно поэтому против нас была развязана информационно-гибридная война, в которой ни на час не прекращается сетевая диверсионно-подрывная работа противника, одной из приоритетных целей которого является грязная клеветан у руководителей государства, разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды и, как следствие, свержение конституционного строя. Вывод здесь может быть только один. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в монолитной сплоченности вокруг нашего президента и максимальном единодушии в противодействии настойчивым попыткам неприятеля решить нас исторической памяти и ответственности за судьбы общего Отечества. Благодаря вашей государственной и человеческой прозорливости, господин президент, а также самоотверженности первого президента Чеченской Республики, Ахмад Хаджи Кадырова, вопрос о целостности нашего государства был решен раз и навсегда. Исторический референдум 23 марта 2003 года, 20-летие которого мы отмечали в этом году, поставил окончательную точку в выборе чеченцев. Мы с Россией навеки. Причем такой выбор был предопределен всей историей российско-чеченских отношений. Недаром английский дипломат, художник, а по совместительству и разведчик Роберт Керпортер, посетивший в свое время Кавказ, отмечал, что добровольное тяготение, приведшее их горцев в неподозрительный и, следовательно, дружественный контакт с европейцами, то есть русскими, в значительной степени способствовал цивилизации этой ветви. Однако и Керпортер тогда, и мы с вами сегодня, прекрасно осведомлены из тех же европейских источников о том, какой чудовищной кровью написано на скрижалях мировой истории эпоха британского владычества. Теперь буквально несколько слов о современной национальной политике в Российской Федерации. Показатель уровень общероссийской гражданской идентичности, то есть ощущение гражданами разных национальностей себя россиянами в 2022 году достиг 94,2%. Это достойный результат. Из года в год растут расходы на продвижение программ развития национальных языков и национальных культур. Мы также знаем, что народы и этногруппы, проживающие в Российской Федерации, не только численно растут, но даже расширяются по этнономенклатуре. По последней переписи 2021 года она насчитывает у нас уже 194 единицы. А вот мировая тенденция такова, что малые языки и народы, напротив, каждый год безвозвратно исчезают в водовороте нынешних глобальных коллизий. В условиях СВО неприятель сделал ставку именно на разрушение межнационального мира в нашей стране и провозглашение под крылом коллективного Запада самостийных анклавов. Оживились удравшие в свое время за границу террористы и сепаратисты, чьи политические организации и так называемые правительства еще вчера умещались на одном диване. Получив гигантскую финансовую подпитку и медийные ресурсы, они устраивают в Европах различные форумы якобы угнетенных народов России и организуют опереточные батальоны для участия в боевых действиях на стороне НАТО и киевского режима. Это не что иное, как прямое идеологическое посягательство на наше братство, как на ценнейшее достояние России. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, почему мы, команда Рамзана Кадырова и практически весь чеченский народ, который во все времена презирал лесть и подобострастье, гордо называем себя пехотинцами Путина? Все очень просто. Если бы не вы, российскому государству пришел бы неминуемый конец, а его многочисленные народы, брошенные на произвол судьбы, как когда-то Чеченская республика, оказались бы в катастрофическом состоянии гражданского и межнационального противостояния. Благодаря именно вашей государственно-политической и гражданской позиции, священные писания многочисленных народов нашей необъятной страны, а в частности Библия и Коран, стали неприкосновенными для непросвещенных мракобесов и откровенных подстрекателей. Сегодня, да прямо сейчас, на наших новых территориях в зоне проведения СВО, мы не только боремся с бандеровским нацизмом и мировым сатанизмом. Мы храбро сражаемся еще и потому, что хорошо понимаем, в условиях беспрецедентного напряжения сил зарождается новая Россия. Россия бесстрашных воинов, героев и самоотверженных тружеников. Здесь, именно здесь, во главе с великим русским народом складывается та самая общность, на могучих плечах которой и будет построена уникальная держава. Та самая Россия. Та самая мечта, за которой мы сегодня проливаем кровь. А для этого нам нужна только одна победа. Мы всем сердцем верим в нее, а значит обязательно победим. Ибо не даром говорили наши воинственные и благородные предки. Победой достоин только тот, кто больше верит в нее. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович, вы упомянули очень важную вещь, вроде как, между прочим, но это одна из ключевых вещей. Самодостаточность державы. Самодостаточность – это абсолютно необходимое условие для независимости и суверенитета. Эта самодостаточность должна быть во всем. В политике, и прежде всего в данном случае в национальной политике, в экономике, в сфере обороны и безопасности. Сегодня мы занимаемся одним из ключевых вопросов национальной политики. Спасибо вам за ваше выступление.